Река Сухана строга и свой северный характер и неяркую красоту открывает не каждому. Детство Николая Рубцова прошло на ее берегах и лучше поэта о реке не скажешь. Много серой воды, много серого неба и немного пологой и нелюдимой земли и немного огней вдоль поберега. Истори ходили по Невестюжане и Тотьмичи за товарами и парадным делам. Приплывали новгородцы воевать в своенравные вологодские города. Сегодня Сухана спит. Движение на реке замерло и не выходит больше Тотьмичи на берег Сухана встречать корабли, потому что встречать некого. И не от того, что река обмелела, а потому что страна обмельчала. А раньше все пароходы по пути из Вологды в Архангельск обязательно здесь делали остановку. Тотьма, к которой мы приближаемся, всей своей историей и бытом так срослась с рекой, что город Исухана сегодня воспринимается как одно целое. Первые русские появились здесь в 11 веке. А вот первые упоминания о Тотьме относятся к 1137 году. И славилась она тогда соляными промыслами. Тотемские солеварни были уже известны по всей Руси с 15 века. До сих пор один из районов города так и называется – Варнице. Здесь было изобретено глубинное бурение скважин для излечения рассола из-под земли. Сухопутным путем соль отправляли по дорогам на юг, а на север, восток и запад – по реке Сухане. Именно тогда сколотили свои капиталы тотемские купцы, будущие покорители Аляски и Калифорнии. Всякий русский город гордится своим святым. Тотьме их четыре. Преподобный Феодосий Тотемский, Васян Тикснинский и блаженные Максим и Андрей. Слава преподобного старца Феодосия, чудотворца, превосходила пределы Вологодской губернии. В житии сообщается, что Феодосий Ульянов-Суморин родился около 1530 года в Вологде, состоятельной семье. Однако родители настояли на том, чтобы он женился. Он не противился родительской воле, но со временем, похоронив жену и пристроив дочь, принял монашеский постриг в Спасо-Прилудском монастыре возле Вологды. Новоиспеченный инок молил Бога, чтобы открыл он ему пустыню. Молитва была услышана, и Феодосия направили в Тотьму, надзирать над соляным двором, принадлежавшим монастырю. Обойдя окрестности города, инок нашел подходящее место для обители, мыс на слиянии речи Ковда и Песи-Деньга. Преподобный поставил шалаш на этом месте, а позже выкопал пещеру и соорудил кельницу. В 1554 году Феодосий приступил к сооружению обители на добровольные пожертвования. Через 38 лет после кончины старца начались чудесные исцеления на его могиле. В 18 веке Тотьма славилась своими резчиками по дереву. Редко где у нас можно увидеть такие скульптуры. Тотемских мастеров приглашали на расхват. Именно Тотемские резчики, братья Богдановы из деревни Лобаново, сделали в 18 веке знаменитый пятиярусный иконостас в Троицегледенском монастыре в Великом Устюге. Говорят, что устюжане еще долго не хотели отпускать артельщиков и удерживали их в своем городе едва ли не силой, опасаясь, что где-нибудь художники еще создадут такую красоту. Впрочем, Тотьмичам повезло больше, чем строителю пражской ратуши. Их не ослепили, а с миром отпустили домой. Субтитры создавал DimaTorzok Наравне с местными святыми в Тотьме почитали Николая Чудотворца. Такой складень брали с собой, отправляясь в странствие. Герб Тотьме был высочайше утвержден в 1780 году. Есть в нем одна загадка. Черная лисица в золотом поле. Знак того, что жители того города в ловле тех зверей упражняются. Черная лисица в тотемских лесах не встречается. И на гербе оказывается вовсе не русская, а американская лиса. Черные и чернобурые лисицы водились на Алиутских островах возле Аляски. Там ее били тотемские охотники. Более пятой части добычи пушнины в Русской Америке принадлежала тотемским купцам. Тотьмичи-то и преподнесли, набравшись духу, матушке империатрице Екатерине, шкурки своих лисиц. За что и получили свой товар в герб города. Кусков вернулся в 1823 году. Построил дом, но прожил в нем совсем недолго. Город принял его прохладно. Дело в том, что уезжая много лет назад в Америку, Кусков уехал тайно, без паспорта. К тому же задолжав большую сумму денег купцу Нератову. И хотя со временем долг он свой вернул, но история-то не забылась. Похоронили русского американца в Спасосу Морином монастыре. Где его могила, теперь не знает ни одна живая душа. Благодарные потомки ее не сохранили. Стараниями исследователя тотемской старины, Станислава Зайцева, возникла эта символическая могила. Природа Аляски похожа на русский север. Но в Америке никто не оставался. Разбогатев, купцы возвращались домой, в Тотьму. Церкви в Тотьме напоминают летящие на всех парусах корабли. Избежав всех опасностей, ставили не просто свечку, а целый храм. Стены украшали клеймами, барочными картушами. Они не осыпаются, потому что картуши — часть кладки. Говорят, что они повторяют виньетки на морских картах. И в каждом зашифрован путь мореходов. В концу 19 века экспедиции в Америку стали частью городской истории и превратились в семейные предания. Тотьма приобрела вид уездного города Энн, облик которого сумела сохранить и сейчас. Редкий дар, который доступен лишь городам, где люди не перерубили своих корней и не отрекаются от прошлого. В 1885 году в Тотьме было 22 каменных дома и 533 деревянных. 12 церквей, женская, мариинская прогимназия, телеграф, нотариальная контора, больница с сифилитическим отделением и богодельник. Шесть постоялых дворов, четыре трактира и 11 питейных домов. Тотьмичи читали все больше из журналов Ниву, а из газет предпочитали родные вологодские губернские ведомости. В Тотьме были три ярмарки — февральская, благовещенская в марте и егорьевская в конце ноября. Впрочем, как сетовали горожане, привоз товаров был самым незначительным. Тотьмские мещане занимались торговлей, обделкой льна для Архангельского порта, ремонтировали пароходы, работали на солеваренном заводе и рыбачили на сухарне. А мастерицы вязали чулки и носки. И если верить газетам того времени, то изделия их отличались аккуратной вязкой, прочностью материала и дешевизной. Субтитры создавал DimaTorzok